Шалом из Хайфы, с вами Иван Кудряшов в студии. Сегодня мы поговорим с вами на тему причины разрушения второго храма и изгнания народа Израиля из земли обетованной. Есть несколько версий, объясняющих причины разрушения второго храма. С точки зрения ортодоксального иудаизма в Талмуде записаны две версии, одна из которых гласит, что люди возлюбили богатство и возненавидели друг друга. Вторая причина раскрыта в истории о двух людях – камце и баркамце. Однажды один человек случайно позвал к себе на пир нежеланного гостя и опозорил его прилюдно. Оскорбленный решил отомстить за себя рукою римлян и подставил весь народ, так как никто не вступился за него на этом ужине. Это вкратце об этих версиях. Но я хотел подойти к рассмотрению этого вопроса с другой точки зрения. По традиции в Йом-Кипур, день искупления, первосвященнику подводили двух совершенно одинаковых козлов, и о них первосвященник выбрасывал жребий. Один козел предназначался в жертву Господу, а второй был козлом отпущения. Его отводили в пустынное место и сбрасывали со скалы. За последние сорок лет перед разрушением второго храма наблюдались две очень интересные особенности. Первое. Жребий Господу, для жертвоприношения Господу, никогда не выпадал в правую руку первосвященника, что было очень нехорошим знаком. Второе. Крагам козла, предназначенного для отпущения, и у входа в храм, привязывали червленую нить, то есть красного цвета. Когда козел отпущения разбивался о скалы, красные нити должны были окрашиваться в белый цвет. Это означало, что грехи народа прощены. Но на протяжении последних сорока лет перед разрушением храма этого не происходило. Мне хотелось бы заострить ваше внимание на событиях, связанных с цифрой сорок. Эта цифра встречается несколько раз в священном писании. Первый раз мы видим эту цифру в описании всемирного потопа, когда дождь изливался сорок дней и сорок ночей. Маше находился на горе Синай сорок дней, когда получал тору от Господа. Затем сорок дней Маше заступался за народ перед Господом, когда они совершили грех золотого тельца. Сорок дней соглядатые разведчики высматривали землю Ханаан. И вернувшись, десять из двенадцати посланных своим недоверием Господу, напуганные укрепленные городами и великанами, возбудили народ против Маше и Аарона. Народ сбунтовался. Господь, увидев это, вознегодовал и сказал, «По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленными мною». Включился принцип «день за год». Во времена земной жизни Ишуа цифра сорок также имела место быть. Где мы это видим? В Евангелии от Марка, первой главе, с 9 по 15 стих написано «И было в те дни, пришел Ишуа из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И немедленно после этого дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной. После того пришел Ишуа в Галилею, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Когда Ишуа прошел эти испытания, он, подобно двум соглядатаям, Халеву и Иисусу Навину, начал ободрять народ, говоря, что не могут овладеть наследием Божиим. Но народ, как во времена Маше, не внял глаз у Господа. Ишуа незадолго до своей смерти сказал в Матфеи 23 главе «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланы к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот, оставляется вам дом ваш пуст». Со смертью и воскресеньем Мишуа начинается новый этап. Снова для Израиля включается принцип «день за год», «дабы вы знали, что значит быть оставленными мною». Видимо, что-то важное упустил народ Израиля за 40 лет до разрушения храма. Давайте попытаемся связать вышесказанное с историческим событием покупки земли царем Давида для священнодействия. Эта история записана в двух местах священного писания. Во второй книге Самуила и в первой книге летописи. «В первом случае Давид купил у Аравна гумно и валов за 50 шекелей серебра». Оригинал говорит, что это имя звучит Аравна. Во второй книге, первой книге летописи, «Давид купил у Арнана это место за 600 сиклей золота». Во втором случае написано, что «вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжения Израиля». Писание говорит, что Давид купил два места. И такое толкование не противоречит иудейской традиции, которая гласит, что одно место было под храм, а второе место для сжигания рыжей телицы, которая снимала нечистоты сынов Израиля от прикосновения к мертвым, истечениям из тела и так далее. Традиция говорит, что священник сжигал красную корову на Илеонской горе, которая была соединена с храмовой горой по мостам. С этого места хорошо был виден храм. Всего было принесено в жертву за историю девять красных коров. Первую – Маше, вторую – Эзера, и так все из колена Левия. А десятый должен был заняться сам Машех. Интересно, что со вторую по девятую приносили коины потомки Аарона, а первую и последнюю приносят не по чину Аарона. А мы знаем, что Машех должен выйти из колена Иудина, потом от Давида. И это немного странно, что он будет иметь право сделать это, ибо написано, что может сделать это священник из потомка Аарона, из колена Левия. Это дает нам намек на то, что Машех имеет право на причастность к священодействию. Итак, царь Давид приобрел два места в собственность для священодействия. Давайте обратимся к историческим документам. Иосиф Лайв, древнееврейский историк, живший между 37 и 100 годом первого века, пишет, «Около этого времени жил Иешуа, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником для тех, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Машех». По настоянию веятельных лиц, Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живым, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Когда Иешуа пристал перед Пилатом на суд, Пилат сказал народу, «Вот ваш царь». Просвященники ответили, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Этой фразой они нарушили заповедь Божию, записанную во Второзаконии, 17 главе. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, и среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царя иноземца, который не брат тебе». Второй исторический документ, свидетельствующий о восстании в Галилее и Иудее в конце 60-х годов. Корнелий Тацит. Древнеримский историк пишет следующее. В начале того же года, примерно 69-й год, царю, Цезарю Титу, отец поручил усмирить Иудею. Тит показал себя отличным военачальником еще тогда, когда они оба были частными людьми. Теперь же, когда войска, войска и провинции наперебой высказывали ему свою преданность, он действовал с еще большим размахом и славою. Корнелий Тацит называет его уже Цезарем. «Таким образом, провозглашение иудейских старейшин «нет у нас царя», кроме Кесаря, воплощается в лице римского Кесаря Тита. И вот римские легионы подавляют восстание, опустошают Галилею и подступают к Иерусалиму. Иосиф Флайвий также сообщает. На следующий день Тит, после того, как ночью присоединился к нему легион из Имауса, снялся с лагеря и двинулся вперед до места, называемого Скопом. Отсюда открывается вид на город и исполинское здание храма, вследствие чего это примыкающее к северу от города Плоскогорье весьма кстати названо Скопом. Находясь еще в семи стадиях от города, он приказывает построить для обоих легионов один общий лагерь, и позади них в трех стадиях другой лагерь для пятого легиона. Ибо ввиду того, что солдаты последнего были утомлены от ночного похода, он нашел нужным отвезти им более защищенное место, дабы они тем спокойнее могли укрепиться. Едва только они приступили к сооружению лагеря, как появился уже десятый легион из Ерихона, где им оставлена была часть тяжеловооруженных воинов для охраны этого завоеванного в Беспасианом прохода. Этот легион получил приказание расположиться лагерем в шести стадиях от Иерусалима, на так называемой Елеонской горе, лежащей против города на востоке и отделенной от него глубокой лощиной, называемой Кедрон. И так мы видим, что первое место, которое было куплено царем Давидом для зажигания рыжей телицы, было захвачено царем иноземцем, который не брат тебе, как говорит Писание. И так вся Елеонская гора со всеми ее вершинами была занята Цезарем Титом. Следующей целью нового царя должен был стать храм. Давайте сделаем небольшое отступление от темы и посмотрим, как Господь пытался вразумить народ Израиля. Обратимся к тому же источнику Иосифа Флавия. Иудейская война. Книга 6. Так отуманивали тогда несчастный народ обольстители, выдававшие себя за посланников Божи. И ясным же знамением, предшествовавшим грядущее разрушение, они не верили и не вдумывались в них. Точно глухие и без глаз, и без ума они прозевали явный глаз неба, неоднократно их предостерегавший. Вот какие были знамения. Над городом появилась звезда, имевшая вид меча, и в течение целого года стояла комета. Перед самым отпадением от римлян и объявлением войны, когда народ собрался к празднику опресноков, восьмой день месяца Ниссана, к девятому часу ночи жертвенник и храм вдруг озарились таким сильным светом, как среди белого дня, и это яркое сияние продолжалось около получаса. Нисследующим это оказалось хорошим признаком, но книговеды сейчас же отгадали последствия, на которые оно указывало, и которые действительно сбылись. В тот же праздник корова, приведенная первосвященником к жертвеннику, родила теленка на священном месте. Далее восточные ворота внутреннего притвора, сделанные из меди, весившие так много, только что 20 человек и то с трудом могли запирать их по вечерам, скрепленные железными перекладинами и снабженные крюками, глубоко запущенными в порог, сделанные из цельного камня. Эти ворота однажды в шесть часов ночи внезапно сами с собой раскрылись. Храмовые стражники немедленно доложили об этом своему начальству, который, прибыв на место, и по его приказу ворота с трудом были вновь закрыты. Опять парфаны усмотрели в этом прекрасный знак, говоря, что Бог откроет перед ними ворота спасения. Но сведущие люди видели в этом другое, а именно, что храм лишился своей безопасности, что ворота его предупредительно откроются врагу, и про себя считали этот знак предвестником разрушений. Спустя несколько дней после праздника, 21 числа месяца Артемезия, показалось какое-то призрачное, едва вероятное явление. То, что я хочу рассказать, могут принять за нелепость, если бы не было тому очевидцев, и если бы сбывшееся несчастье не соответствовало этому знамению. Перед закатом солнца над всей страной видели мчавшиеся в облаках колесницы и вооруженные отряды окружающих города. Затем, в праздник Пятидесятницы, священники, как они уверяют, пойдя ночью по обычаю служения во внутренний притвор, услышали сначала как бы суету и шум, и после чего раздались множество голосов. Давайте уйдем отсюда! Еще знаменательный следующий факт. Некто Иошуа, сын Анана, простой человек из деревни, за четыре года до войны, когда в городе царили глубокий мир и полное благодействие, прибыл в город к тому празднику, когда по обычаю все иудеи строят для чествования Бога кущи. Иблис храма вдруг начал провозглашать. Голос с востока, голос запада, голос четырех ветров, голос, вопиющий над Иерусалимом и храмом, голос, вопиющий над женихами и невестами, голос, вопиющий над всем народом. Днем и ночью он восклицал то же самое, бегая по всем улицам города. Некоторые знатные горожане в досаде на этот зловещий клич схватили его и наказали ударами его очень жестоко. Но не говоря ничего, ни в свое оправдание, ни в особенности против своих истязателей, он продолжал повторять свои прежние слова. Представители народа думали, как это было и в действительности, что этим человеком руководит какая-то высшая сила. И привели его к римскому прокуратору. Но и там, будучи истерзан плитми до костей, он не проронил ни просьбы о пощаде, ни слезы, а самым жалобным голосом твердил только одно после каждого удара. О, горе тебе, Иерусалим! Когда Альбин, так назывался прокуратор, допрашивал его, кто он такой, откуда, и почему он так вопиет, он и на это не давал никакого ответа. И продолжал по-прежнему накликивать горе на город. Альбин, полагая, что этот человек одержим особой манией, отпустил его. В течение всего времени до наступления войны он не имел сношения ни с кем из жителей города. Никто не видал, чтобы он с кем-то обменивался словами. День-день, он все оплакивал и твердил, как молитву, горе, горе тебе, Иерусалим! Никогда он не проклинал того, который его бил, что случалось с ним каждый день, равно как и не благодарил, если кто его накормил. Ни для кого он не имел иного ответа, кроме упомянутого зловещего предсказания. Особо мощно раздавался его голос в празднике, и хотя он это повторял семь лет и пять месяцев, его голос все-таки не охрип и не ослабевал. Наконец, во время осады, когда он мог видеть глазами, что его пророчества сбываются, обходя по обыкновению стену с пронзительным криком «Горе городу, народу и храму!» он прибавил в конце «Горе так же и мне!» В эту минуту его ударил камень, брошенный метательной машиной, и замертво повалил его на землю. Среди этого горестного восклицания он и спустил дух. Итак, вернемся к войне. Когда все-таки город был взят, римляне вошли в горящий храм. Иосиф Флавий пишет «Храм». Храм вместе с соседними зданиями еще горели. Римляне принесли свои знамена на священные места и, водрузив их против восточных ворот, тут же совершили перед ним жертвоприношение и при громких благопожеланиях провозгласили Тита императором. На пятый день священники, гонимые голодом, сошли вниз и были приведены стражами к Титу, которого они просили пощадить им жизнь. Но он ответил «Время прощения для вас прошло, да и того, ради чего я, быть может, имел бы основания вас помиловать, тоже нету». Священникам подобает погибнуть вместе со своим храмом. С этими словами он приказал всех их казнить. Войска не имела уже кого убивать и что грабить. Тогда Тит приказал весь город и храм сравнять с землей. Таков был конец этого великолепного, всемирно известного города, постигший его вследствие безумия мятежников. Я всем советую прочитать труды Иосифа Флавия, несмотря на всю критику и возможные какие-то несоответствия. Но тем не менее, Господь допустил, чтобы эти книги были записаны и сохранились до наших дней. Я хочу сказать, что это не боговдухновенные книги и труды «Иудейские древности», «Иудейская война». Но они оформлены и записаны в эпоху второго храма. И написал их человек из первосвященнического рода, из первой череды Коэна. Во второй части мы больше поговорим исторой и рассмотрим законы нечистоты и принесения в жертву рыжей телевицы. И постараемся все это связать с тем, что было сказано прежде. Спасибо. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова